Доброй ночи, дорогие! Встречайте, народные артисты Украины, Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Приветствую вас! О, как Лена Калиденко меня научила, да? Нравится вам такая фишка? Красиво. Дорого, кстати, постановка. Дело в том, что когда... Знаете, я чему научился? Вот порой, когда обращаться к каким-то профессионалам, ну всегда нужно за что-то платить. Но есть тема такая, когда они приходят на программу, вроде они не могут же... Ну, отказать, да, да, да. Получается, так бы, если бы я официально, бы, мои менеджеры позвонили и сказали, ой, Елена Калиденко, здравствуйте. Тут Павел, наш ведущий, хочет, чтобы вы ему поставили выход. Она бы сказала... Вы знаете! Звоните моему менеджеру. Звоните моему менеджеру. Они звонят потом, типа, пять штук, а тут оп, и на шару. Понимаете? Да, да, да. Да? То есть бартером. Вам не принципиально, да? Владимир Моисеенко, Владимир Данилец, кого первый объявляет. Абсолютно. Абсолютно. Ну, конечно. Звучит даже лучше, когда Владимир Данилец, Владимир Моисеенко. По-по-по-по. Данилец это я, запомните. Да. А, кстати, шутки шутками. А вас, наверное, до сих пор, мне кажется, за 20... Все время путают постоянно. Все время. Причем, ну, ладно, там, люди на улицах, да, но журналисты путают. Мы могут напечатать, там, мою фотографию, там, допустим, с женой с ребенком, и пишут Владимир Данилец на отдыхе. Это нормально. Ну, уже нормально. У нас журналисты как-то написали, и тут на экране, значит, Аня Лорак на концерте выступает, поет, и тут на экране появляется известнейший певец Константин Меладзе. Ну, хотя это Валерий Меладзе. Это пишут музыкальные журналисты. О чем вы говорите? О чем вы говорите? А у вас еще имена одинаковые. Да, на сложные имена. У нас, главное, редкие. Редкие. Буквально, когда позавчера работали концерты, и человек, который проводил эти концерты, говорит, вы знаете, а у нас скоро будет выступать Владимир Меладзе. То есть, с нами уже настолько Владимир. Да, да, да. Понятно, да. Добрый вечер всем, кто с нами. С нами сегодня Валерий Данилец и Валерий Моисеев. И Петр Моисеев еще. Ну, а, кстати, была такая история. Была история Петр Моисеев. Да, Симферополь. Симферополь, да. Как это называлось? Крымская Зори фестиваль. Ну, достаточно давно. И мы в театре, в украинской драме, в театре переодеваемся перед началом. Без стука, без ничего. Заходит журналист, мальчик, молодой такой, ну, совершенно нормальный. Мы, извините. Наглый фраерок, я бы вот так бы сказал. Мы, ну, практически в совершенно... Да вы дипломат, Владимир. А? Вы дипломат. А чем? Я сказал мягко. Мягко, мягко. Плеваку переворачивается. Вот. Значит, открывает, говорит, ребят, ничего не... Я видел же артистов, раздевает мне тоже. Мы так совершенно... А вдруг... А мы не знаю, что сказать. Виктор зашел, знаешь. В общем, я долго вас мучить не буду, у вас там скоро начало. В общем, я понимаю, фестиваль вам нравится, все хорошо. Мне уже сказали, там немножко бытовые условия были в Евпаторе, неважные, да. Чтобы я просто... Вовки говорит, Виктор Данилец на меня. И... Я говорю, и Петр Моисеенко. Он говорит, спасибо, и ушел. И ушел, да. Вы знаете, я вот решил... Сейчас вот, вы решили провести свой эксперимент. Наш журналист вышел на улицу. И решил спросить, как люди, вот по фотографиям, различает? Ху из вас, извините, ху из кто? Да. Вот что у вас получилось, давайте посмотрим. А вы можете показать на фотографии, кто здесь Владимир Данилец, а кто Владимир Моисеенко? Моисеенко, вот это Данилец. Всегда. Как вы определяете? А я сама не знаю, как. Партурицы, наверное. Вот это Моисеенко, это Данилец. Это Владимир Моисеенко, а это Владимир Данилец. Честно говоря, не помню, кто из них, кто кролики. Данилец и Моисеенко. А как вы запомнили? Ну, не знаю, я их часто смотрю. Вот кроликов этих. Данилец и Моисеенко. А как вы запомнили? Спасибо большое. Не буду идти. А что их пусать? Один такой, другой такой. Моисеенко, это Данилец. Я точно помню, что тот, кто кажется, что Моисеенко, он Данилец. А тот, кто кажется, что он Данилец, он Моисеенко. С Моисеем, да, он и с какими-то такими, скажем, восточными чертами лица ассоциируется этот человек. Но он Данилец. Я запомнил, что там наоборот какая-то. Физиагномики. Я, ребят, я сегодня решил в конце концов решить проблему, чтобы вас никогда не путали. Значит, смотрите, у меня есть один принцип. Я всегда пользуюсь методом ассоциации для запоминания, но когда ты там делал умные методики языка и так далее. Неважно. Например, вы знаете, когда нужно переводить время вперед, а когда назад? Весной и зимой. Весной назад. Ну да. Нет. Весной вперед. Весной вперед, а осень вперед. Я вам рассказываю фишку. Знаете, как легко запомнить? Весна вперед. Зима назад. Все. Срабатывает навсегда. А то есть, да, весной спим на час меньше, а осень на час позже. Да, но так, чтобы не путать за счет этого, вот так вот запомнить просто по букве. Я поэтому решил примерно подобным образом показать людям, как можно вас не путать. Вот смотрите. У меня есть пару таких вариантиков. Ого. Я не буду говорить, как я буду. Это один вариант. Можно второй вариант? Прямо вот такой вот. Метр, дециметр. Моисеенко, Данилец. Есть. Никто никогда не будет путать. Правда? Удобно. Ну и еще третий. Ну каждый выбирает же под себя. Например, мужчина, дама. Спасибо. Это мне нравится. Спасибо. В пятой минуте ты будешь играть, дам. Нет. Как вообще вы относитесь ко всему этому молодежному? И к молодежному юмору. Если это смешно, это смешно. Но если идет то, о чем вы говорили, попа только так, другим словечком. И когда залазят, извините, в трусы, это уже немножко... Ну понятно. Это, во-первых, очень просто. Бывает смешно и не смешно. Если попа ради попы, это не смешно. А если слово попа вставляется именно в том месте, где кроме этого слова ничего другого слова быть не может. Есть же анекдоты, которые без анекдоты, допустим, с крепким словцом, с каким-то матерком. Пытайся ты заменить, и если ты заменишь это слово, анекдот не смешной. Пропадет. То есть главное, чтобы такое слово выступало главным членом предложения, а не для связки слов. Конечно, оно должно быть там необходимым. Даже, извините, даже если ты, я прошу прощения, снимаешь штаны на сцене, это должно быть оправдано. И тогда все будет хорошо. А вы оправданно снимали как-то? Слава богу, нет. Но если нужно, будет снимем. У нас был номер парламент, я играл там генерала. И вот генерал выходил и говорил, товарищи, я человек военный. Говорит, не умею, поэтому я скажу. И все, и понятен, да, характер. То есть военный без мата, ну такого не бывает. Ну тогда продолжаем твою историю. Значит, мы часто просят диск, кассеты, тогда еще были кассеты. Мы подарили там поезде, кассету, проводнику, и он ее крутит. Вот ее крутит, как много 500. А он пошел в радиорубку пострадать. И в СВ рассказывал, проводник Харьковский поезд, начальник поезда нам рассказывал. Едем, включили вашу кассету. И какие-то генералы в СВ сидят, кушают. Вдруг мы армия и так далее. Говорит, кто это? А там же парламент. Да, парламент. Кто это выступает? Это не Чапаренко, что он подожди. Да кто? Что за фамилия? И он думал, что это настоящий военный. Ну, то есть, когда оно логично и реально из жизни, этого не заменишь, да? Да. А вот у вас, зачастую, я вот так анализирую ваши номера, у вас построено так, что, значит, Владимир делает в хорошем смысле какую-то такую грязную работу, да? То есть, проделывает, проделывает все для того, чтобы Владимир, да не лез, что-нибудь такое ляпнул, и все заржали. Это какая-то формула такая у вас? Ну, это построение диалога. Стандартное, скажем так. Да, это классика. Ну, никуда не денешься. У нас есть номера, которые мы делаем в форме рассказа, да? Ну, очень мало на эстраде делают рассказ. Двоем. Особенно в последнее время вдвоем, когда вот просто два человека от театра рассказывают какую-то историю. Ну, там у меня тоже достаточно много репризов, там. А в основном, да, в основном я называю на подаче, да? Да, как Ильченко у Карцева был. Ну, я бы, нет, я бы так не говорил, вот как ты на подаче. Почему, например, да, вот Тарапунька и Штепсель были. Там Штепсель чистоганная подача шла. Ну, есть такая, резонер, да? Да, резонер. И Тарапунька только бабах, говорил какой-то репризус, и было смешно. Но Карцевильченко – это уже артисты. Стоянов, Олейников – это артисты. Ведь нас тоже готовили, как замена Тарапуньки и Штепселю, и хотя один украинец, один русский язык. И мы поняли, что от этого надо быстренько уходить. И у нас ведь много работ есть, где Володя тоже много ролей играет. Причем очень много ролей. Ну, у нас получается, что, да, я знаю, но на веку более-менее современных людей, да, то те, которые не помнят особенно Штепсель и Тарапуньку, то, наверное, эта формула началась с вас, да, что вот, как бы, Владимир на подаче, а второй там забивает. Да, она всегда была. Она всегда была. Но сейчас я вот смотрю, вот даже многие, я вот так проанализировал, вот у нас есть и другие такие дуэты сейчас, которые делают, смотрите, даже вот в Квартале, да, то же самое Юра Крапов. Да. Все подводит, подводит, Зеленский там, типа, в образах чего-то лет. Драбах забивает гвозди, да. Забивает гвозди, да. Они, кстати, смешные? Смешные. Смешные, да. Еще есть те же самые, я тоже, я не знаю, как вы относитесь, вообще, кстати, типа, к комедиклабам, к такому? Это Дуя Чихова, да? Да, 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 да. У них тоже идет, что вот лирник он подводит, а молочный как бы забивает гвозди. Формула так. Это, 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 как стандартное построение эстрадного номера. Володи, можно к вам так обращаться? Да, да. Это Владимир Владимирович. Сложно обращаться, да. Володи. Володи, вот давайте поговорим о современном юморе у нас сейчас в Украине, да? То есть, ну, скажем, вы, наверное, стояли у неких истоков. За 21 год первый раз мы говорим о юморе. Паша, спасибо. Пожалуйста. Это действительно так. Это без подкола, это действительно так. Обычно кто жены, кто дети, где вы купаетесь, где отдыхаете, что вы кушаете, что вы носите, сколько зарабатываете, где еще будете. То зарабатываете сколько угодно, чтобы в семье все было хорошо. Так и должно быть. Наконец-то нормальный вопрос. Я просто хочу с вами поговорить, знаете, но вы некие столбы. Мы не стояли у истоков, конечно. Нет, но смотрите, если мы говорим, подождите, подождите, я говорю о нашей, я сейчас так немножко, может, по-умному, по-философски, но говорим именно про нашу независимую Украину, которая всего лишь 20 лет. Новейшую историю. То есть, фактически, вы вступили из постсоветского союза, как первые столпы украинского юмора. Это правда? Правда? Хлопаем, хлопаем. Вот. Теперь. Вы думали, у меня тут передача хихи-ха-ха, у меня тут сложная аналитическая программа. Я заплачу. Себа, сынок. Так вот. Я еще несколько подобрал вот проектах, которые за эти годы, ну, каким-то образом стали у нас популярными. С них смеются. Хочу ваше мнение узнать и даже попробовать их расставить, скажем, в порядке популярности. Ну, понятно, вас там нет, а вот вы как критики сейчас поработаете критиками, да? Ну, вот, например, да, тот же 95-й квартал. Так. Так, идем дальше. Тот же, ну, файная Украина, не знаю, вы видели или нет. Ну, состоявшийся проект, в любом случае считается. Комический. Дальше Верка Сердючка. Да. Как бы то ни было. Юмористическо-песенный какой-то проект, так? Так, дальше Комедиклаб. Понятно. Дальше Верховная Рада. Первое место. Не перевершите. Не перевершите. Итого пять. Сведем их в одну таблицу. Вот теперь давайте расставлять по местам. Вот из этих вот самых состоявшихся проектов. Ну, Верховная Рада гран-при. Гран-при, да. Не обсуждается. Не обсуждается. Значит, на второе место я бы поставил, вот, если брать украинский, мы об украинском юморее говорим, да? Да, 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 конечно. 95-й квартал, конечно, однозначно. Потому что это... Это сатира. Дело даже не в этом. Дело в том, что вот по популярности, по какой-то, по организации. Слово «попа» сегодня никуда не... Популярность. Знаешь, что... Когда-то была такая рубрика в журнале. Что популярно в поп? Хорошо, да. Так вот. Вот. А вот с третьим местом, вот я и не знаю. Андрюшу, например, сейчас оценивать как юмориста, допустим, сложно. Почему? Он перешел в вокальный жанр. Он начал переходить из юмора в музыку, но не перешел. Он как-то... Там где-то завис между двух жанрами. Да, да, да. Между двумя жанрами завис, и это, в общем-то, его... Но он дуркует. Причем классно, он хорошо дуркует. Вопросов нет. Вот. Отверткой сердечки там осталось одно уже название. От проводницы. От проводницы ничего не осталось. От шикарного. От шикарного. Да, да. И сейчас это чистой воды стеб. Чистой воды дурка. Он стебется над звездами. Как я понимаю, эта звезда же не просто так. Ну, да, да, да. Вот. И он, конечно... Второй местный Евровидение к тому же. Да, да. За счет Стеба. Не просто так, да. И я думаю, среди... Ну, думаю, Андрюш, это третье, конечно. Да, третье место тут без вопросов. Он делает то, чего и вокалисты, ни один из вокалистов не делает. Он стебется. Причем Стеб такой делает, что поют все его Стебы. И молодец. Comedy Club наш просто... Просто скажем, в любом случае лишнее подтверждение тому, что любой клон дело неблагодарное. Да, то есть есть проект российский. Сколько ни пытались повторить здесь российский проект, ничего не получается. Не получилось. Да, потому что... Ну, в России Comedy Club как таковой смешной для вас или нет? Или... Далеко не все. Но кое-что есть, да? Начали они безумно смешно. Безумно, да. Очень смешно. Когда обходились без... Понятно, ниже пояса. Да, без запаха. Да, да. Это вы называете без запаха, да? Да. Вот именно без запаха, да? Поток, поток требуется все время смешно и смешно. Понятно, понятно. Она даже... А запах всегда помогает. А запах хруповый. Чем проще, тем лучше, да. Понятно. Ну и понятно уже тогда получается, что файная Украина у нас... Да, но я бы все-таки файную Украину поставил на четвертое, а камень украинского как такового... Вместе с тем вернемся к вопросу о журналистах, которые, ну, порой, к сожалению, не очень у нас почему-то, да? Вы заметили? Ну, с тем, как они профессионально задают вопросы, с тем, как пишут, вы с этим сталкивались. То есть я знаю, что, ну, у таких, как вы, которые уже 25 лет на сцене, явно есть вопрос, который вас добил, достал. Как вы познакомились? Паша, куда не переезжать? Можно с вами интервью, да? У нас вопросы очень нетрадиционные. Сразу, знаешь, насторожили, насторожили на друга. Сразу стойко делаем. Уже как-то так, опа. Первый вопрос. Как вы познакомились? Ребят. А у нас есть список, мы выдаем сразу вопросы-ответы, пишите. У меня есть... Ну, знаете, у меня же программа, я же для вас делаю подарки сюрпризов. Значит, смотрите, что я придумал. Значит, смотрите. Для этих журналистов я специально для вас сделал специальные визитки. Значит, ну, просто будете себя носить в карманах. Вот, например, спрашивайте мне, типа я один из вас. Да. Спрашивайте, как... Володя, скажите, пожалуйста, как вы познакомились? Хороший вопрос. Ай, класс! И на обратной стороне. А там вся история. А, да. А, класс! И удобно, понимаете, не надо отвечать. Ребята, 100 визиток напечатал за свой счет специальный... Спасибо. Спасибо. Блеск. Ай, как хорошо. Блеск. Во все пиджаки себе по десятке позасовывали. Да, да, да. Между прочим, можно будет... Спасибо. А мы список пишем, знаешь, отвечаем, сами задаем вопросы, сами на них отвечаем. А вы не наблюдаете порой, как порой действительно даже люди задают некие глупые вопросы, которые становятся какими-то анекдотами? Любите наблюдать за такими вещами? Но глупые вопросы без них же никуда не денешься. Ну, например, вот есть вопросы гениальные. Подходит. Гениальные вопросы. Смотри на... Это вы. Ну, я. Класс. Это еще не... Так. Как живой. Это еще из этой серии у меня одно из любимых, как... Ребенок родился. Кто? Мальчик? Нет. А кто? Да, да, да. Я еще собрал несколько таких вопросов, которые недавно удалось подслушать. Вот, например, звонок на домашний телефон. Привет, а ты сейчас где? Да, да, да. Класс, да? Привычка мобильная. У нас есть, значит, один такой хороший наш друг, он звонит домой, домой звонит. жене своей, алло, Наташа? Смотри, путь является... Красиво. Жена дома. Как так будет? Или еще, например, жена спрашивает мужа, ты ужинать будешь, а то еды нет. Да, да, да. Ну, хорошо. Глупо, не красиво, да? А шикарная фраза. Буду поздно, суп на полу, вытри. Хорошо. Ну, это уже больше как шутка, наверное. А это из реальных. Или звонок на телефон в 3 часа ночи, а ты почему не спишь, что? Да, да. Классика вообще, я никуда от этого не денусь. Вы не думали из этого какую-то новую? Нет, у нас было такое, ты что, спишь? Тоже сейчас в 3 ночи звонили, ты что, спишь? Ага, сплю. А кто это? Нет, ну спишь, а я тебе мешаю. А это классика вообще-то. Да, это классика. Во многих американских фильмах, да? Вопрос из американских фильмов, когда герой там бахнулся с ним в скреб, и... Да, да, да. Все в порядке. Ай, ой, ой? Да. Он лежит там. Да, ой, ой, ой. Америка – это такое дело. Ну, кстати, кстати, говоря об Америке, я знаю, что вы, у вас же, вы мне еще на Интере в утре рассказали о том, что у вас есть все-таки мечта про полный метр, да? Фильм снять. Есть такая история. Вы как-то там уже подходите? Мы, да, мы думаем, у нас все как-то получается, уходит, в общем, ну, есть даже по пару наметок сценариев, в общем, думаем над этим серьезно. Ну, это реально комедийный сценарий? Да. Да, да, да. Хочется сделать хорошую комедию. Ребят, я решил представить, если бы вот вы снимались там в каких-то фильмах, как бы могли выглядеть там кадры из фильмов с вашим участием, если бы это были какие-то там, может быть, ремейки на известные фильмы. Ну, вот, например, там, Астерикс и Абеликс. Хорошо. Хорошенько. Может, вам пару образов подброшу сегодня в программе. Или, например, вот. Мило, да? Клад. Все-таки на крокодильчик я натянул сегодня. Недаром сказал, да? Да, да, да. А Чебурашка, кстати, ну, женский образ опять же. Кстати, я, простите, пой, играл Карца, а Бова играл Циолковского. Ну, почти. Да, почти. Да, что еще у нас тут, например? О, Девита. О, хорошо. Ай, хорошо. Так что, видите, у вас какой... Вы такие фактурные товарищи для кино, для комедии. Идите вперед. Спасибо. Мы хотим увидеть комедию, где будете вы играть. Мы сами хотим. Мы сами хотим. Создать хорошую комедию, хорошую фильм. Сейчас понимаете, Володя, что приходится моментами где-то уже выбирать. То есть, вот смотрите, если мы поставим весы, на чашу весов поставим там фестиваль. Москва, Ялта, Транзит. И на чашу весов поставим на вторую, скажем, съемки комедийного фильма. Учитывая ситуацию в стране и так далее, финансирование. Вот если у вас было X суммы, которая хватила или на то, или на то, что выбираем? Если был бы на этот момент сценарий, который у нас устроил, мы выбрали бы фильм. Время кино. Да. А если нет сценария, то тогда уходим. Фестиваль. А если есть деньги на сценарий? Не, а было бы лучше, чтобы были деньги и на сценарий, и на фестиваль. Сразу понятно, кто из вас украинец. Ты понимаешь, у него мама украинка, отец русский. У меня мама русская, отец украинец. Все у вас как-то связано. Да, не как у людей. Но у вас так спето, вы знаете, вы даже отвечаете порой так, как будто бы вы договорились, как вы будете отвечать. 30 лет, 33 года. 33 года в этом году. Вот в этом году, как мы дружим. Вот 10 июля. И не достали друг друга, не надоели. Не, ну когда уже, знаешь, когда 9 месяцев в году мы вместе, мы вдвоем все время. Мы за кадром, короче, поставим скрытую камеру, посмотрим. Это в кадре, они шахтеры, они играют. Бывает, все бывает. Надоедаем друг другу, естественно. Посылали друг друга когда-то? Никогда. Нет? Никогда. Никогда, вот. Никогда мы не посылали друг друга. Если кто-то обижается, просто уходит. Если кто-то обижается, ну, допустим, Вова обиделся на меня. Я слышу, он идет в ресторан, я уже, допустим, там обедаю. Слышу, Вова идет там, он всегда так откажет. Ага. Фа, мажор. Значит, можно говорить. Допустим, нормально. Если поссорились, там, я слышу что-то не то. Я уже слышу ла минор. И я уже буду смотреть. Я понимаю, что в его сторону не надо смотреть, потому что ему только это не доставит каких-то эстетических радостных минут. И я как будто его не замечаю. Хотя он прекрасно знает, что я его вижу. То же самое. Понятно. Потом потихонечку это стирается, стирается. Оп. Там что-то. Вова, давай, давай. И опять, 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 опять пошло. Мы не имеем права. Фа, это не потому, что нас смотрит аудитарь. Мы не имеем права друг на друга обижаться. Дело в том, что у нас когда-то было так. Опять же таки вместе все время. Я могу грубануть, там, он может грубануть. Мы садились, накопичивалось тут в сердце. Бралась бутылочка там водки или вискаря. Где-то в конец гастроли. По бутылке. И поехали. Давай. Вот ты тогда. Сели вдвоем. Сели вдвоем. Сели вдвоем. А ты на меня вот там. И вот мы друг другу выговорили. Хорошая формула. Да. Выговорили это все. Выпили. Ну, что, Вовчик, пошли куда-то еще. Все, это очень хорошо. Вот не накапливается вот это плохое. И утром встали с чистого листа. Да, очень хорошо, да. А у вас никогда не было, Владимир, что вот такого, может быть, некого сожаления, что вы, или, собственно, сейчас вы наверняка это можете наверстать, что вот вы не пошли, вы же музыкант, да, там, вы, можно сказать. Ну, самодеятельный. Аматор. Аматор. Я сейчас вам покажу, какой это аматор. Я нашел кадры 2006 года, когда Владимир Данилес участвовал в проекте «Звездный дуэт» на телеканале Интера. И как этот аматор колбасит по барабанам. Посмотрите фрагмент. АПЛОДИСМЕНТЫ Часто практикуете это? Или так, говорят, просто на вечерах, на праздниках семейных, дружественных? Нет, вот, был день рождения, меня заставил дуэт с Витяз, Дима Гершинзон и Толя Говорадло, Толя гитарист, прекрасный Дима Клашник. И мы так немножечко поиграли, так, в джаз-рок, так, слегонца, чуть-чуть. Вот, а очень редко я беру, хотя мне подарили барабаны, Дима Гершинзон мне подарил барабаны, я иногда приезжаю, подключаю. К счастью, все эти электронные. Электронные, да. Наушники себе. И я немножечко так для себя играю. Причем есть запись, допустим, играет Алжиро. Там можно с барабанами и без. Я, значит, без барабанов, и я с ними играю. Мне так это нравится. Нужно быть барабанщиком Алжиро. Да, я играю, мне нравится. Я о себе большого мнения, высокого мнения. Ну, думаю, сейчас послушаем, как пацан настоящий играет. Мне так сразу стыдно становится. Мне так тоже бывает, когда слушаю, например, там, Лед Зеппалин, да? Да. Я беру теннисную ракетку, и я Джимми Пейдж. Да, да, да. Понятно, да, да. Ну, я ничего не отключаю, и так просто. Да. Для себя. Ну, дорогие, я вас не отпущу без песни, собственно. Я недаром к музыке подходил. У нас есть кусты, в кустах находится. Ну, рояль в кустах мы не поместим, но вот гитара есть. Моя гитара. Да. Видите, как у нас получается? Дорогая. Логично. Кусты наши, гитара ваша. Так и должно быть всегда. Да. Должно быть сотрудничество. Так, что у нас сегодня будет? У нас такая... Мы долго думали, что исполнить из нашего... Что из нашего репертуара? Репертуара-то. Богатого. Репертуара. Когда-то мы еще студентами пели разные перепевочки, такие на известные песни, на классические. И вот такая перепевочка на знаменитую песню Битлз «Серебряный молоток». «Сильвер Хэммер». Я беру в руки мой маленький серебряный звонкий молоток и стучу свою любимую по голове. Плачет любимая, чтобы слезы вытереть, да стоят платок. Но стучит по темени, милому звонкий молоток. Мелькает быстро в воздухе он, свергая серебром. Молоток стучит по темени, словно нищий в дверь. Станет крепче наша с тобой любовь, милая, поверь. Масвелл Эдисон, ваши открытия пригодятся мне. Прикручу я провода любимой к милой голове. Сонну в розеточку побежит по проводу переменный ток. Пусть немножко отдохнет мой маленький серебряный молоток. Мелькает быстро в воздухе он, свергая серебром. Молоток стучит по темени, словно нищий в дверь. Станет крепче наша с тобой любовь, милая, поверь. Спасибо огромное. Владимир Моисеенко, Владимир Данилец. 15 минут до завтра. Спасибо, дорогие. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Встретимся. Это я взял. Редактор субтитров А.Семкин